Сегодня к Пасхе мы готовим печенье, яйца. Начнем с того, что приготовим лимонный кэрт. Для этого нам понадобится 6 яиц, сахар, лимон и холодное масло. Масло я сейчас убираю в холодильник и начинаем. Первым делом мы натираем лимонную цедру. Нам нужна цедра с двух лимонов. Итак, лимонная цедра у нас есть. Теперь выжимаем лимонный сок. Он обязательно должен быть свежий. И нам нужно 100 мл. Следующее, что я делаю, отделяю желток от белка. Нам понадобятся только желтки. Нам нужна кастрюлька с толстыми стеночками. С тоненькими стеночками наш кэрт будет больше пригорать. Сейчас пенчиком просто разобьем яичные желтки. Сюда добавляем цедру, сахар и минутки две мы будем взбивать венчиком. Наша масса немного погустела и посветлела. Теперь наливаем туда лимонный сок. Опять мешаем. Ставим на газ, на самый маленький огонь. И перемешивая будем ждать правильной консистенции. Он будет понемногу густеть. Видите, наша масса уже густая. И уже почти начинают появляться пузырьки. Видите, вот уже все пузырится. Значит, густоты нам хватает. И снимаем с огня. Сняли и добавляем туда все наше холодное масло. Добавили и также размешиваем, пока масло растает. Масло помогает охладиться и немного загустеть. Размешали масло. Теперь я пропущу через дуршлаг. Для того, чтобы очистить кайф от лимонной цедры. Все готово. Эту массу отправляю в холодильник остывать и загустить. Тесто мы будем делать творожное. Для этого нам понадобится сахар, мука, творог, сода, которую будем гасить уксусом, ванилин, любой или сахар, или эссенция, как вам нравится, и холодное масло. В миску вкладываю муку, кладу туда терку. Теперь беру холодное масло, макаю его в муку и натираю. Опять обмакиваю в муку и натираю. Натерла. Добавляю туда сахар, творог, ванили, гашу соду уксусом и добавляю наше тесто. Теперь замешиваем наше тесто до тех пор, пока оно не липнет к рукам. Творог перед тем, как добавлять тесто, я протерла через сит. Видите, очень быстро и наше тесто уже почти готово. Видите, к рукам оно не липнет. Посыпаю рабочую поверхность мукой и раскатываю тесто примерно 3-4 мм. Теперь я беру овальную формочку и вырезаю. Теперь я беру другую формочку и внизу в толстом конце вырезаю кружочек. Разогреваем духовку на 180 градусов. Выкладываем все на пергаментную бумагу и отправляем в духовку. Примерно минут на 10-12, это зависит от вашей духовки. Нам нужны кружочки золотистого цвета. Первая порция нашего печенья готова. Оставляем полностью остывать. Такой получился мой застывший эмонкард. Выкладываю немного кэрт. Добавляю в него куркуму. Для того, чтобы мой желтый цвет был намного ярче. Перемешиваю. Итак, что мы делаем теперь? Берем низ печенья. Вверх это низ. Наполняем туда кэрт. Кто не любит кэрт, может делать это с любым вареньем. Кто кэрт делал и у них не застыло как надо, можете немного при варке добавлять гукурузного крахмала. Но не увлекайтесь. Теперь закрываем. Теперь беру сахарную пудру и посыпаю сверху. В один я добавляю кэрт, в который мы не добавляли куркуму. Во второй я добавляю кэрт, в который мы добавили куркуму. Выбирайте сами, какой желток вам лучше нравится. Так делаем со всем печеньем. Все готово. Как видите, это все делается легко и быстро. А выглядит очень интересно. Попробуйте и вы. Может быть и вам понравится. Приятного аппетита! ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ